всем добрый день друзья мы сегодня едем с семёном и сашей в иркутск дети все в школе в садике но вот смотрите у нас тут электросетевой участок через стенку могут отключить свет что я сегодня не видела ну смотря где работают ну да они же могут и в листьянке да и не только у нас по линии по 35 там кочергатка . съемочка спит покормили все сейчас должен спать часа 23 ладно с богом мы еще в поселке заехали на шиномонтажку саша что там пошел посмотреть человек его просил только компрессор то ли что в общем саша обслуживает по электрике получается иногда шиномонтажку нас поселке в общем электрик голодный точно не будет как интересно обозначили масочный режим на маску маску одели и и и Субтитры создавал DimaTorzok Ну все, мы приехали. Будем сегодня покупать или комбинезон, или куртку со штанами для Алисы. Вот, поэтому мы приехали вместе, чтобы мама помогла выбрать. Семен проспал всю дорогу. Молодчинка. Сейчас прикроем его одеялком и побежим в здание. На улице у нас минус 7. Тепло. Скоро все будет таять. Грызища-то какая, смотрите. Ну а, на следующей неделе вообще уже минус 1 обещают. Вот такой кипермаркет у нас в Иркутске есть. Ну мы постоянно практически только здесь и покупаем что-нибудь детишкам. Ну еще есть один. Бубльгум называется, тоже уркутский. Так, нам надо было коляску взять. Ой, коляску. А, нет, мы сейчас поднимемся, да, на второй этаж. Тележку, хотела сказать. На втором этаже детская одежда. Идем туда. Вот так вот и будем кататься теперь. Вот хочу у Лисы такой столик потом. Для занятий как-нибудь приобрести. Да и мальчишкам маленьким. Стулчики вон есть. Ну что? Ты что, в мужской отдел приехал? Женский там. Так, нам надо определиться, комбез или куртки со штанами. Куртку со штанами. Ну вот Саша предлагает куртку со штанами. Потому что мы намучились комбинезонами. Надо штаны, чтобы они с лямками были. Все. А будет спина закрыта точно так же. Вот сейчас комбинезоны, которые они носят, мы тоже здесь брали. И у Алисы, и у Вани с Сашей. Так, ну и что? Одни комбезы висят. Это что, мужская? Ой, у Ванюши такая куртка. Покупали. Ну, вы увидите, что это все. Вот это что? А дальше что там? Вот же курточки, Саша. Вот я говорю, что вот это только. Вот тут, видимо, штаны надо отдельно подбирать. Ну, наверное. Ну, мы уже весеннее будем брать. А такое ощущение, что это все еще зима. Это зима, да. Теплые такие, видите? Вот, Саша, здесь надо смотреть. Вот, смотри. Алё, я тебе покажу по толщине, посмотри. Вот, видишь, чтобы сзади глаза крепить и на лямках. Вот такие штанишки. Ну, наподобие. Светлее можно. Хотя, что он не обязательно сильно светлый. Замажет. Замучаемся потом стирать. Это что написано? Зазима или кого? Вот это вот толще, а там тоньше, от которых ты сейчас накрела. Ну, где курточки наверху? Такие? Толстые, нет. Эти? Ну. Нет, нормально. Ну, это большие. А маленького? Нет, вот как раз здесь, наверное. Какие курточки? Может быть, лямок или нет? Нет, все, здесь. Спинка, чтобы прикрыта была. Это тонкие, сильно. Ну, это, конечно, весеннее, но она что-то сильно тонкая. Ну, да, они какие-то тонюсенькие. Такие-то у нас есть. Вот курточка нормальная. Мне кажется. Но она небольшоватая. Не тонкие ли они? Нет. Нормальные? Нормальные. Сейчас, в общем, я снусь и посмотрю. Во-первых, они не ходят сейчас на улицу при морозах. Их не выпускают на улицу. То есть меньше, ой, больше 15, если ветрено даже. Тем более они не ходят. Сейчас они ходят при, ну, такой, при нормальной температуре. Плюс они сами одеты в кофту, теплые штаны, в теплые носки. Если еще и теплую куртку, ну, вот как сейчас у них в кабинете, там не развернуться ничего не могут. Надо смотреть, что-то сейчас вот. Давай вот это вот снимем. Тут лисенька такая же, как у нас дома. Вот, заберусь сейчас, посмотрю. Ой, вот этот, 80-й. Так будет ее размер, примерно. Ой. Достать, пощупать. Еще выше надо мне. Я коротышечка. Мне кажется, нормально будет. Она утепленная, и это ей не сильно отыкается. И капюшон есть, и как можно, и ворот высокий. Ну, чтобы она маленькая не оказалась. Ну, как она маленькая? Нет, это же куртка. Должна быть маленькая. Ну, посмотрите, какой там еще размер есть. Если с учетом на видео. Вот это 80-й. Смотри, там, допустим. 86 есть. Ну, достанете. Как там снять-то? Вот лучше 86. Это уж прям совсем маленькая. Как с кофты-то одеть? По ощущению, что они одинаковые. Ну, одна. А то вдруг, правда, перебудали что-нибудь. Вообще, все-таки вот это. С зайками. У нее все с зайками почему-то. Везет ей зайцев. Вот такая еще есть. Не-е-е. Как сильно яд. Пускай зайчиками. Она их любит, кошек, зайчиков. А вот смотри, что темненькие есть. Внутри вот штанишки, Саша. Не, я не хочу такое. У меня с зайцами будет. И что, а как штаны подобрать-то? Это я поняла, как в эту. Размер может получаться. 86. Какой это размер? 92. 80. Саша у нас в магазине работает, поэтому мы не привыкать. Давай. Не привыкать что? Размер подобрать. Ты умеешь все это. Как? По ногам, это нормально будет? По высоте все хорошо. Мотня. Как ты сказал? Мотня. А это нормальное слово? Ну, наверное, нормально. Всегда так говорили. Да. 86 и возьмем подлиннее. Нет, она же короткая у нас. Ну, вот смотри. Короткая-то короткая, но вот у комбеза у нас оказались все хорошо. Длинные рукава и очень короткие ноль. Ну-ка, чуть побольше покажи. Будем потом сейчас скакать. Да, у нас сейчас проблема такая. У комбинезона короткие ножки. Сами вот эти штаны. И они постоянно у него задираются аж до колен. Это так вообще накаляет. Ну, почему нельзя нормально сделать? Руки длинные, ноги короткие. Чуть-чуть подлиннее. На 4 сантиметра буквально. Лучше подвернуть. Да, нам потому что еще осенью в этом ходить. Чтобы нам больше не покупать. Вот такие, короче. Нормально смотрится? Да, нормально. Какого цвета они потом будут? Стирать будем часто. Кстати, сзади как-то закрывается. Вверх. Хотя кто видит какие-то чьи-то. Вот, 128. Нормально. Вот, Адалина, какая разница. Ну, все. Семену, там не жарко? Ну, нормально, дыхнет. Что за слова? Дрыхнет. Вот, что он делает? Вот точно видно, что ты с деревни. Я и не скрываю, знаешь ли. Слова паразиты постоянно вылетают. Почему не паразиты-то? Паразиты-то другое. То мотня, то дрыхнет. Мотня так и называется. Ой, какая хорошенькая. Теплая только, да? Вот, смотри. Зачем так делают? Короткие и широкие. Это для кого? Наевшемуся ребенку. Света, мы довольна. Пришел от бабушки. Никакой формы. Почему-то на детей так делают. Это вообще странно. Не знаю. Вот, смотри. Понятно, что здесь под подгузник, да? Ну, вот, смотри. Вот. То есть, это какое должно быть тело у ребенка? Вот. Вот ножки короткие. Непонятно почему. Ну, как бы ясно, что подгузник. Вот, 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 вот. Вот у Алисы примерно такой комбинезон. Ну, рассветка другая. Смотрите, какие ножки короткие. Это вообще что такое? Она и не повернутся, ничего. И сразу садится. Они до колен. А здесь оно большое еще как бы. Я еще не посмотрю, сколько это стоит. Это общая. 900 и 1900, по-моему. Курточка 1900. А это 1990. Что-то такое, короче. Шапку у нее есть, да? Так. Шапка у нее есть. Ну, она эта теплая. Ну, это если что, в марте потом. 1490, а штаны 990. 1490. Шапочку, говорю, сочу, потом в марте можно. Вот это у нее сейчас теплое. Там еще наверху, вот, вот, коробка с шапками. Ну, это вот подойдут ли они ей? Ой, какая милая. Открывается снизу какая-то. Угу. Вот когда ветра, как раз, весна. Она не толстая. Это все зима. Вот это Славик, про шапку говорила. Да, Славику, давай шапку возьмем нормальную, потому что у него это... Вот шапка прям неудачная такая. Ну, это тонкость. У него голова не сильно большая. Смотри, чтобы не слетали. Ну, как я без него померю тебя? Давай я посмотрю. Ну, а что-то получится. Пойдет ему? Нормально, нормально. Вот такая, без шва. Хорошая. Бери. Смотри. Скажу, Славик сказала. Ну. Али все взяли вот такие вот шортики и юбочка идет сверху. Ну, я так думаю. Она прозрачная. Вместе классно смотрится. Так и с носочками можно. Ну, или дома, или в сад. В сад, наверное. В сад, наверное. Дома-то полно вещей. Надо будет потом на лето ей купальник еще присмотреть. Какой-нибудь. Надо что-то закрытое будет смотреть, чтобы Ютуб не ругался. С майками у нас беда. Ну, я заказала Васильке. Посмотрим, что придет. Так что ждем. Скоро будет Василек. Там должно быть на Алису, на Славика. Сейчас еще в сандалики Алисе посмотрим. А то у нее сандалии с колодкой. Как это? С колодкой? Ой, какой колодкой? С высокой голяшкой. С высокой голяшкой у нее. Сандалики неудачные. Вот что-то наподобие надо ей. Тяжеловато ей. Думаешь? Да. Ну, давай полегче посмотрим. Так размеры-то, Саша, всякие тут стоят. Вот легкие. Ну, опять нога будет вперед уваливаться. Нет, ей надо, чтобы, да, впереди, наверное, было закрыто. Так, так, так. Почему все открыто? Из вот этого вот, как сказать, выпадает нога? Здесь нет подходящих. Все, 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 в этом берем. Ну, вот здесь закрытые. Вот такие вот. Такие маленькие, наверное, слишком. Вот, тоже легкие, смотри. Люденькие. Тоже как-то, 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 как-то. Ну, и что, она уже вырастет? Смотри, смотри, как-то, да. Раз выбрать, или вот еще. Вот. Короче, я вот такие выбрала, Лисе. Симпатичные, прорезиненные. Тут подошва хорошая. Гнуться хорошо. И ножка выпадать не будет. Все, на втором этаже скупились. Скупились. Едем на первый. Корзинку взяли, а то тяжело будет сейчас. На руках все это. Чек возьмем, если что, сдадим. Не хочется еще и Лису сюда тащить, отрывать ее от детского сада. Так, теперь нам дорога вниз. Там еще надо кое-что купить. Так, елки уже убрали все. Теперь велосипеды сменили. Ну, папа, как всегда, ему нравятся такие всякие вещички. Готовиться надо к сезону. Ну, к летнему. Готовь с Саней летом, а телегу зимой. Да, да, да. Так, сейчас смотрю бутылочки для Семы. Надо нам бутылочку немного дорогую, потому что это бежит что-то сильно прям вообще. И с антиколиковым эффектом бы желательно поискать. В общем, сейчас буду стоять. Саша, где-то там с Семеном. В другом отделе, в Мурском. А я, Рапа, выбираю, постою. Ну, вот, друзья, я нашла эту бутылочку, которую искала в Энтовскую. Которая уменьшает проблемы во время кормления. Вот колики, газообразование, среди вене. Вот видите, там что-то с воздухом связано. В общем, вот именно ее я и искала. Возьмем ее. Первый раз вижу, чтобы сумка в роддом продавалась предстоянно. И смотрите, вот это прозрачное. Оказывается, они существуют здесь. Вот они есть. Классно. В общем, я еще взяла ершик свеженький. Потому что у нас нету вот такой вот светильничек. 160 рублей для Семы. А то ночью встаешь, темнота. Футлярчик для пустышки. Видать, открывается пустышку. Кладешь, закрываешь. И не марается. И вот сейчас еще цепочку нам нужно. Какую-нибудь тоненькую. Но тут выбор, конечно, невелик. Или вот такую взять, или котика. И все-таки котика. В общем, взяли еще две клееночки. Таких больших. И одну маленькую клеенку. Вот на Алисину кроватку. Она еще 500. И Семи. Ну, это так вот клеенка бросила на нашу кровать. Переодеваясь, чтобы никто ничего не обмочил нам. Все, мы уже на кассе расплачиваемся. Семен даже не проснулся у нас. Мы уже рядом. Ну, что-то повякал маленечко. И все, спит дальше. Ну, все, друзья. Едем мы домой. Такие покупочки у нас были. Вот пакетик еще взяла. Сложили все. Все, встретимся с вами уже в следующем видео. Всем удачи, не болейте. И пока-пока.